Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаево 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 Было отобрано 50 заявок Благоустройство Вообще проходит по минимальному перечню В минимальный перечень Входит ремонт проезжих частей Обустройство пешеходной зоны Установка скамеек Урн Освещение Детской площадки Уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс В Тиберде И четыре спортплощадки Появятся в Карачаево В этом году Монтаж первого в республике Блочно-модульного фока Стартует в этом году В Тиберде Его уникальность заключается в том Что это быстро возводимое Спортивное сооружение По качеству и сроку эксплуатации Не уступает капитальным постройкам При строительстве используются Сэндвич-панели Современный материал Для строительства каркасных объектов Их используют для строительства Даже в северных регионах России Это будет современное здание В котором будут предусмотрены Необходимые помещения Для работы спортивного учреждения Спортивный зал 36 на 18 метров Раздевалки, душевые, административные И хозяйственные помещения Комплекс будет оснащен Необходимой мебелью Игровой площадкой С покрытием и спортивным оборудованием Для игр в футбол, баскетбол и волейбол Кроме того, в текущем году Планируется строительство Четырех многофункциональных Спортивных площадок В аулах Саритюзи В окружеле В поселках Правокубанском И Заречном По итогам прошлой недели В республике не зарегистрировано Превышение эпидемического порога Заболеваемости ОРВИ гриппом За неделю зарегистрировано 845 случаев В сравнении с позапрошлой неделей Среди совокупного населения региона Прирост положительный Показатель составил 18% По данным Управления Роспотребнадзора Карачао-Чекеси В этом эпидсезоне Выделены 22 штамма вируса гриппа Группы А, H1N1 Один штамм вируса гриппа Б Всего за текущий эпидемический сезон Выделено 48 штаммов вируса гриппа И все лабораторно подтвержденные Случаи заболевания Произошли среди непривитых граждан В Карачао-Чекесе на 2023 год Установлены прожиточные Минимум пенсионеров В размере 11 374 рублей Если общие доходы Неработающих пенсионеров То есть пенсия плюс Меры социальной поддержки От органов социальной защиты населения Окажется ниже этой суммы Будет назначена федеральная социальная доплата В настоящее время Такую доплату получают Порядка 17 тысяч Неработающих пенсионеров Право на получение доплаты Имеют неработающие пенсионеры Общая сумма материального обеспечения которых Меньшей величины Регионального прожиточного Минимума пенсионера В течение года Величина прожиточного Минимума пенсионера Не пересматривается Прибавка у каждого пенсионера своя В зависимости от размера Получаемой пенсии И ежемесячной денежной выплаты Две жительницы Карачао-Чекеси Спланировали и попытались Провернуть аферу с чужими Новорожденными близнецами Целью которой было Незаконное получение Средств материнского капитала Подробности у старшего инспектора Пресс-службы МВД по Карачао-Чекесии Казима Байбанова Сотрудниками по делам Несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России Зеленчукский И Центра по противодействию Экстремизму МВД по Карачао-Черкесской Республике Пресечена деятельность Двух женщин Которые путем предоставления Ложных и недостоверных сведений Летом 2021 года Одна из подозреваемых Путем подлога и предоставления Чужих детей Получила документ Из которого следовало Что она в домашних условиях Родила двойняшек Снежану и Светлану На основе данного документа Женщины получили сертификат На семейный капитал Далее мошенницы Предприняли ряд мер Для обналичивания сертификата Но не смогли довести Свой умысел до конца Так как были изобличены Сотрудниками полиции Следственным отделом Отдела МВД России По Узжигутинскому району В отношении подозреваемых Возбуждено уголовное дело В ходе расследования Следователям выявлен Дополнительный факт Противоправной деятельности фигурантов Установлено Что в начале 2022 года Псевдо-мать Также оформила детские пособия На несуществующих детей И получила около 250 тысяч рублей Данную сумму Соучастники поделили между собой В отношении женщин Избрана мера пресечения В виде подписки о невыезде И надлежащем поведении В Тиберде С 9 по 12 февраля Пройдет форум для молодежи региона Который позволит развить Лидерские качества у участников И раскроет их кадровый потенциал В рамках мероприятия Пройдут интересные тренинги По таким направлениям Как саморазвитие Ораторское мастерство Эффективное управление Имеющимися ресурсами Методы достижения успеха Развития востребованных компетенций Спикерами образовательных программ Выступят Амиран Зугов Блогер Лидер общественного мнения Екатерина Аборисевич Наставник по прокачке Актуальных навыков И Расул Найманов Заместитель министра По делам молодежи Карачао-Чекесии Министерство труда И социального развития Карачао-Чекесии Объявило конкурс На лучшее название Для социального пансионата Для людей старшего поколения И детского дома Для детей и сирот Название должно быть Лаконичным Состоять не более чем Из двух слов И соответствовать типу учреждения Победитель на выбор Получит два абонемента На месяц В тренажерный зал Два абонемента На месяц В бассейн Рица-Парк Пять билетов На киносеанс В кинотеатре Чарли И курс массажа Свои предложения Жители республики Могут оставить В комментариях Под соответствующим постом В официальном телеграм-канале Министерство труда И социального развития Карачао-Чекесии Конкурс продлится до 1 февраля Напомним Социальный пансионат Для людей старшего поколения И детского дома Открылся В Черкесске В августе прошлого года В нем созданы комфортные условия Приближенные к домашним Учреждение рассчитано На 122 места В настоящее время Там проживают 73 жильца В том числе Из дома-интерната Станицы Кордоникска И перевели К 17 человек В пятом ежегодном Всероссийском онлайн зачете По финансовой грамотности Приняли участие Около 6 тысяч Жителей Карачао-Чекесии Почти 88% Из них Прошли испытания Успешно И получили сертификаты Кроме того Свои знания В области финансов Оценили Около 400 Семейных команд Такая возможность У них появилась В этом году Впервые Подробнее расскажет Помощник Управляющего Отделением Банка России По Карачао-Чекесии Магомед Беджиев Для школьников Одним из самых сложных Стало задание По постановке И достижению Финансовой цели Ребятам нужно было Отказаться от лишних трат И накопить деньги На новую настольную игру У взрослых Вызвали затруднения Вопросы Связанные со страхованием Льготной ипотекой И мерами противодействия Маркетинговым уловкам Каждый участник Успешно прошедший зачет Получил именной сертификат И индивидуальный анализ Своих ответов С рекомендациями экспертов Организатором мероприятия Выступил Банк России Совместно с агентством Стратегических инициатив По продвижению новых проектов Первичное отделение Российского движения Для детей и молодежи Движения первых Откроется в 176 школах И 20 организациях Профессионального образования Республики Первопроходцами Как мы уже сообщали Стали 120 учащихся Гимназии номер 19 Республиканской столицы Все первичные отделения В школах и колледжах Регионы планируется открыть В течение двух недель Вступить в него могут Все желающие По 12 направлениям Это в частности Наука и технологии Творческая Патриотическая И спортивная группа И так далее Ценностями движения Являются Единство народов России Взаимопомощи И взаимоуважения Дружба Служение Отечеству И крепкое семя Федеральная служба По надзору В сфере образования И науки Утвердила расписание Проведения в школах Всероссийских проверочных работ В этом году ВПР пройдут С 1 марта По 20 мая При этом школы Будут самостоятельно Определять Конкретные даты Проведения проверочных работ Но в рамках Установленного расписания Период проведения ВПР в текущем году Начнется с 10 и 11 классов Так с 1 по 25 марта Ученики 10 классов Будут сдавать географию Ребята 11 классов Будут писать Историю, биологию Географию, физику Химию И иностранные языки В расписании У 11 классов Также стоит Единая проверочная работа По социально-гуманитарным предметам Проводить ли ВПР Для учащихся 10 и 11 классов Как и в предыдущие годы Будут решать Сами образовательные организации Отмечается Что проверочные работы У учащихся 11 классов Должны проводиться Под тем предметом Которые школьники Не выбрали Для сдачи на ЕГЭ В Карачао-Чукесии Завершилась Реализация Проекта Легенды И сказания КЧР Направленного На популяризацию Изучения родных языков Подрастающим поколениям Все фильмы Будут переданы В школу республики Для использования В качестве Дополнительного материала На уроках Родного языка Рассказывает Руководитель проекта Дарья Зинковская Участие В съемках Принимали Жители региона В возрасте От 18 лет Хотя у нас Некоторые актеры Были даже и младше И старше Все роли Исполнялись Исключительно На национальных языках Реализация данного проекта Позволила Привлечь К созданию Готового Национального Медиапродукта Молодых специалистов Которые Имеют Также понимание В кинопроизводстве Например Сценаристов Актеров Гримеров Костюмеров Более того К съемочному процессу Также были привлечены И опытные актеры Пяти национальных Театров Республики Одним из условий Отбора актеров Стало знание Родного языка И конечно Правильное произношение Помимо этого Конечно Определенную трудность Вызывало то Что все сценарии Съемки Производились На национальных языках И для правильной Литературной составляющей Фильма К процессу Были привлечены Представители Научных институтов Что в свою очередь Конечно Потребовало Дополнительную поддержку И помощь В процессе съемок В Карачаево-Черкесии Стартовал месяц Патриотической Спортивной И оборона Массовой работы Под девизом Есть такая профессия Родину защищать Посвященной 78-й годовщине Победы Советского Союза Великой Отечественной войне И подвигам Участников Специальной военной операции В течение этого месяца Пройдут Различные Тематические декады И мероприятия Направленные На военно-патриотическое Историко-краеведческое Гражданское Культурно-патриотическое И спортивно-оздоровительное Воспитание Обучающихся Лучшие Общеобразовательные Организации Республики По итогам Проведения месяца Будут поощрены Грамотами Министерства образования И науки Карача-Черкеси А активисты Бесплатные путевками В загородные Оздоровительные лагеря Ну и в завершении Выпуска Новости Спорта В Крачаевске Прошел Открытый Турнир Республики По арм-рейслингу Кубок чемпионов В котором Принимали участие 40 спортсменов Из Карача-Черкеси Кабаринобалкарии И Ставропольского края Состязания Проходили в двух Весовых категориях 75 килограммов И абсолютная Весовая категория Призерами Стали Олег Черкасов Мурат Айбазов И Мухаммад Кубанов В абсолютной Весовой категории Победили Также Марат Айбазов Марат Мамхегов И Олег Черкасов В Ставрополе Прошел чемпионат И первенство Северокавказского Федерального округа По легкой атлетике На дистанции 60 метров С барьерами Первое место Завоевали Владислава Лепихова И Савва Пудаков Тимофею Несмеяна Досталась бронзовая медаль Савва Пудаков Также стал вторым В беге на 800 метров А Ростислав Пудаков Третьим В беге на 1500 метров Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского Гидрометеоцентра Сегодня по Карачаево-Черкесии Переменная облачность Без осадков Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду Температура воздуха От 2 до 7 градусов тепла В горах местами Плюс 7-12 И выше 2,5 И на 1000 метров Сохраняется лавиноопасность В Черкесии без осадков Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду А столбик термометра Поднимется до отметки Плюс 5 На этом информационный выпуск завершен Его провела Рита Нерова Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин